Правительство страны финансово поддержит регионы в отопительные сезоны за рост цен на топливо. Общую готовность субъектов России к осенне-зимнему периоду сегодня обсудили на федеральном селекторном совещании. В нем принял участие председатель Кабинета Министра в Чувашской Республике Иван Моторин. Все регионы России, кроме Дагестана, уже вступили в отопительный сезон в Чувашии. Он начался 25 сентября, а 2 октября во всех 26 муниципальных образованиях была обеспечена подача тепла в дома. При этом во всей стране выросли цены на топочный мазут и уголь. Соответственно, у регионов появились расходы, не учтенные в тарифах на тепловую энергию. Общая сумма – порядка 23 миллиардов рублей. Правительство России прорабатывает возможности оказания финансовой поддержки регионам. Мы, конечно, поддержим субъекты в данной ситуации финансово. И сейчас это будет целевой такой трансфер, который будет оперировать Минстрой. Может быть, где-то 95 на 5 мы с вами эту нагрузку вместе разделим. Думаю, что на днях буквально завершим расчет. Ваши заявки все есть. Мы сейчас с ними работаем. Кроме того, Виталий Мутко обозначил задачу активнее работать с дебиторской задолженностью предприятий ЖКХ. На сегодня долги в целом по России составляют более 1 триллион рублей. По сравнению с первым кварталом этого года она снизилась более чем на 100 миллиардов. Что касается нашего региона, наибольшая доля просроченной задолженности за энергоресурсы приходится на ООО «Коммунальные технологии». Почти 50% всего долга. Напомню, что летом на предприятии ввели процедуру наблюдения. А отопительный сезон в Чебоксарах запускало муниципальное предприятие «Теплосеть». Продолжение следует...